Новости региона в эфире. Ирина Кожина в студии. Здравствуйте. И вот главное в выпуске. Дети из Арктики смогут погреться. Какой законопроект рассматривают депутаты? Спасая других, сами уберечься не смогли. Память медиков увековечили. Цена вопроса. Когда окрепнет берег реки Кудьма в Северодвинске? И очередной подарок зрителю готовит Северный хор. Побываем на репетиции. Они спасали жизни ценой своей. Сегодня коллеги, друзья и близкие пришли к первой городской больнице Архангельска, чтобы открыть памятную доску в честь медработников, погибших при исполнении профессионального долга в борьбе с пандемией. Алексей Макеев с подробностями. Их имена теперь увековечены на памятной доске, так же, как и в сердцах спасенных пациентов, коллег, вместе с которыми они вступили в борьбу с невидимым врагом. Первой городской больницей COVID-19 унес жизни двух медработников. Медицинская сестра-анестезиолог Наталья Аркадьевна Косолапова и врач-анестезиолог-реаниматолог Игорь Геннадьевич Кузнецов. Всего же почти 500 сотрудников больницы за это время перенесли заболевания, буквально на себе применяя всевозможные способы борьбы с коронавирусом. Это действительно огромный опыт организации медицинской помощи и оказания медицинской помощи, новые лекарственные препараты, новые схемы лечения, диагностические алгоритмы, маршрутизация пациентов. То есть это действительно все за эти годы отработаны. И показатель тяжелых случаев заболевания в настоящее время он меньше, чем он был изначально. Все это благодаря им. Наталья Аркадьевна отдала служение пациентам 34 года. Игорь Геннадьевич без малого 40 лет. Спасти их жизни до последней минуты пытались коллеги. Их опыт и самоотверженная работа теперь пример служения профессии и долгу врача в чрезвычайной ситуации. А еще возможность в будущем не допускать повторения случившегося. За два года пандемии вирус унес жизни 17 медработников по всей Архангельской области. Применение противоэпидемических технологий и методик все-таки дало защиту. Но тем не менее, основной и ключевой момент все-таки это вакцинация. 74% сотрудников вакцинировались. И благодаря этому нам удалось избежать тяжелых заболеваний и вот таких смертельных случаев, которые мы сегодня увековечили в нашей истории. Сегодня близкие пациенты и коллеги выразили надежду, что эти имена станут напоминанием тем, кто только делает первые шаги в медицине. Напоминанием о самоотверженности в такой нужной всем нам профессии. Алексей Макеев, Ольга Красулина, Регион 29. В Северодвинске забита последняя свая берегоукрепительного сооружения на реке Кудьма. Масштабные и дорогостоящие работы начали еще в октябре 2019 года. Теперь же крепкие берега дадут новый виток в развитии этого квартала. Николай Цып продолжит. Такой набережной реки Кудьма в Северодвинске станет уже к августу. 277 метров берега восстанавливает компания ГТ «Север». 159 метров уже сданы. Сейчас работают над оставшейся частью с примыканием к мосту. Контракт истекает в конце лета. Темп взят на опережение. На сегодняшний день завершены работы по погружению трубы шпунта. Подошли к мосту, уже примкнулись. Теловая стенка тоже у нас уже погружена. А также спуск трубы погружена тоже. Вот этот спуск. Здесь будет организована смотровая площадка. Сейчас вбитые трубы наполняют песком с цементом для устойчивости. А с наступлением более теплой погоды приступят к бетонным работам. Также вместе с главой города и специалистами администрации подрядчик обсудил возможность внесения изменений в проект. Речь идет о замене ограждения. Пока только у нас в проработке. То есть есть такое ограждение, оно металлическое, с антикоррозимным покрытием. То есть мы хотим заменить на более долговечное, из полимерных материалов. То есть чтобы не выцветало, краска не оползала. В администрации не против такой модернизации. Главное уложиться в стоимость контракта. Напомним, что эти 277 метров берега укрепления только часть работ по первому этапу. Всего же запланировано укрепить 700 метров реки Кудьма. Для того, чтобы продолжить берегу укрепления, там порядка еще 490 метров остается, чтобы завершить этот этап и ввести его в полноценную эксплуатацию. А так получается мы сейчас достроим вот эти вот недостающие 93 метра и объект будет законсервирован. Продолжение работы упирается в финансирование. Пока решения по этому вопросу нет. Но глава города подчеркнул, что на сегодня уже выполненных работ по берегу укреплению хватит для продолжения развития этого квартала. Берег укрепления здесь как раз как важный элемент для того, чтобы эта территория дальше развивалась. У нас уже есть фактически даже предложение по этому кварталу. На этот год очень большие работы запланированы. Это по продлению проспекта Труда туда дальше, да, от этого места. Ну, соответственно, это как раз проект по, в общем-то, закольцовке этого квартала в дальнейшем. На укрепление почти 300 метров размытого берега реки Кудьма потрачено около 266 миллионов рублей. Это деньги местного бюджета. Николай Цыпь, Юлия Куницкос, Регион, 29. Продолжаем. Ученики с 5 по 8 классы, что проживают в арктических территориях, смогут бесплатно отдохнуть в детских лагерях. Депутаты регионального парламента рассмотрят законопроект, согласно которому расходы на оплату путевок и проезд детей будут финансироваться из федерального бюджета на проезд сопровождающих за счет областного. Ребята смогут бесплатно отдохнуть в детских лагерях на Черноморском побережье Краснодарского края, в Крыму и в городе Севастополь, на побережье Азовского, Каспийского и Японского морей. Напомним, в арктическую зону страны входят Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Новая Земля, Приморский, Мизинский, Лешуконский и Пинежские районы. Жители Архангельской области готовы поддержать действия российской армии не только словом, но и делом. В областном военкомате сообщают, что ежедневно получают десятки звонков от жителей региона, которые готовы вступить в ряды нашей армии и отстаивать независимость своей страны. В военные комиссариаты Архангельской области обращаются добровольцы, которые желают оказать содействие нашим вооруженным силам Донецкой и Луганской народных республик. За что им большая благодарность. Говорит о том, что большой дух патриотизма у наших граждан. В настоящее время вооруженные силы выполняют задачи самостоятельно по поставленной задачи Верховного Главного командующего и добровольческие силы не требуются. Тем временем на некоторых автозаправках Архангельска можно сегодня было не только пополнить бензобак, но и принять участие в акции «Своих не бросаем». Волонтеры, участники молодежных общественных объединений раздавали всем желающим специальные наклейки в поддержку операции на Украине. На этой автозаправке водители сегодня встречали не только ее сотрудники, но и волонтеры. Всем желающим девушки вручали символ российской операции в Украине. Сегодня автовладельцам мы раздаем наклейки «Своих не бросаем», которые поддерживают наших военнослужащих. Мы за мирное небо над головой хотим, чтобы скорее весь этот кошмар закончился. Но понимаем, что сейчас очень много фейковой информации, очень много грязи льется и в сторону наших вооруженных сил. Мы понимаем, что мы должны все вместе объединиться. Своё отношение к происходящему в Украине некоторые автовладельцы выразили тут же на заправке. Кто-то попросил у волонтеров сразу несколько наклеек. Ну, друзьям ещё взять. Сейчас просто фотографию скину, попросили взять. Поддерживаю, конечно, своих, потому что, ну и не хотелось бы войны. Да, и давно надо было это делать. Помогать людям, которые ДНР, всё равно она за нами, правда. Расположенная по соседству с автозаправкой Архангельская станция скорой помощи также присоединилась к акции. Знаки солидарности появились и на её машинах. Мы хотим этой акции сказать, что мы поддерживаем всех жителей Донбасса, всех украинских жителей, которые мирные, которые не фашисты. И, конечно же, в первую очередь наших бойцов. Машины скорой с наклейками на борту уже отправились на вызовы. Шанс встретить по пути аналогичные знаки отличия велик. Наклейки сегодня раздавали в разных уголках города, что и неудивительно. Акция «Своих не бросаем» проходит по всей стране. Концерт Максима Галкина, который был запланирован на 14 марта в Архангельске, отменён. Об этом заявил директор Архангельского театра драмы Сергей Самодов, обращаясь к тем, кто массово приходит сдавать купленные на концерты билеты. У нас сейчас в стране такое происходит, человек, который против России, по большому счёту, идёт. И смешно совершенно. Серьёзно настроенные северяне собрались. Указ драмтеатра, чтобы ещё раз подчеркнуть. От похода на концерт Максима Галкина в областной столице они отказываются. Солидарны с ними и многочисленные пользователи соцсетей, которые также заявили о намерении представления проигнорировать. Архангелогородцы сочли высказывания известного юмориста на страницах его социальных сетей, не подобающем ситуации, когда российская армия ведёт освободительную операцию на Украине. Прийти в областной драмтеатр стало апогеем гневных настроений в адрес Галкина. Он вообще признанный у нас артист Российской Федерации. И так высказываться против Российской Федерации, и вставать на сторону Украины, был бы он заслуженным Украины – другой вопрос. Как говорили собравшиеся, русский народ должен сплотиться и оказать максимальную поддержку своим солдатам. Для некоторых высказывания артиста стали глубоко личной обидой. Я, например, из Донбасса, я вот 8 лет, 9 не могу туда заехать, ни в очередной дом, ни это самое. Потому что если я туда приеду, потому что я разговариваю на русском, я отстаиваю наш славянский мир и русский мир. Меня просто-напросто там, мне сказали, не заезжай, тебя сразу же бандерщина убьёт. Со слов директора Архангельского драматического Сергея Самодова, театр – лишь площадка проведения концерта. Последние два дня поступали звонки и обращения северян с одной просьбой – отменить концерт. Организатор принял решение, что на данный момент концерта Галкина 14 марта не будет. Он отменяет. Все билеты, которые были приобретены на концерт, Архангел-Огородцы могут сдать в установленном законном порядке через сайт агента. Секунда рекламы далее, а после узнаем, кто готовит творческий подарок с любовью землякам. Ищите подарок на 8 марта? Чайно-кофейная лавка «Самовар» спешит на помощь. К вашим услугам универсальные подарочные наборы из чая, кофе и сладостей. Продолжаем. Там, где раньше была наливайка, теперь место для борьбы. За здоровый образ жизни, конечно же. Два года назад помещения в округе «Майская горка» были переданы спортшколе номер 6. И благодаря совместной работе областного правительства, администрации города и социально ориентированного бизнеса удалось реализовать проект. Зал для занятий по греко-римской борьбе оценил Аким Самедов. Если здесь и занимались когда-то борьбой, то только после горячительных напитков. Раньше в этих стенах было питейное заведение и сауна. Сейчас же попариться придется только соперникам в греко-римской борьбе. Зал спортшколы номер 6 работает около двух месяцев, но уже набрал две группы. Помогла с реализацией проекта компания «Аквилон». Эта школа очень близко располагается к дому. Мне сюда приятно ходить и нравится. Тренер хороший, одногруппники тоже хорошие, послушные, хорошо себя ведут на занятия. По правилам соревнований могут принимать участие в соревнованиях только с 12 лет. Но здесь вот и ребята, которые постарше, они, конечно, могут уже через годик, год позаниматься и могут принимать участие в первенстве города. Идея создания бесплатного зала для детей возникла по инициативе Федерации спортивной борьбы Архангельской области. Члены федерации после осмотра нескольких потенциальных объектов остановились на Майской горке. В этом районе мало серьезных спортивных объектов для детей. Я думаю, что будет благодарно не только мы, а и все родители района, и не одно поколение, скажем так, будет заниматься нашим, не побоюсь этого слова, уникальным видом спорта, прекрасным для развития детей, именно греко-римской борьбой. Отремонтированные помещения присоединили к детско-юношеской спортивной школе номер 6. После начался поиск финансирования. Естественно, при поддержке и нашего депутатского корпуса, и бизнеса, и областного правительства. В целом у нас на этот проект ушло из бюджета около 7 миллионов рублей. Это был областной бюджет и городской бюджет. Ну, а также нам помогли здесь представители бизнеса. Кроме региональных и городских властей, к финансированию подключился и благотворительный фонд группы «Аквилон». Получили хороший объект отремонтирован. Мы еще в августе месяц ходили, здесь вообще ничего не было. На сегодняшний день так верилось с трудом, что это все запустится, но тем не менее мы сейчас имеем хороший результат. Будут и дополнительные помещения. Ремонт в них только начался, сейчас решается, для каких именно нужд их используют. К слову, Поморье с 1975 года воспитало более 70 мастеров спорта по греко-римской борьбе. А клуб «Белый медведь» и сейчас для этих целей продолжает набор будущих спортсменов. Аким Самедов, Евгений Зыков, регион 29. Юбилей заслуженной артистки России Светланы Игнатьевой и 96-й день рождения Северного хора коллектив отметит большим концертом. Назвали с присущей душевностью, с любовью землякам. Зрителей ждут в драмтеатре, обещают даже вести в транс. Хороводом. Алексей Макеев о подготовке к празднику. Вышел в люди, покажи себя с самой хорошей стороны. Это была родовая установка, не испортить впечатление. А как должна вести себя девушка на выданье? В первом отделении концерта с любовью землякам Северный хор покажет программу «Пинежское метище», которую создали два года назад, но из-за пандемии зритель увидел лишь один раз. «Метищи» – это летнее молодежное гуляние на Пинежье, смотри на невест, особое место там занимал хоровод. Очень интересно музыкально он построен, неровный счет. И, соответственно, вот это вот медленное движение через весь хоровод вводит такой некий транс зрителя, и зритель по-другому начинает ощущать песню. Программа основана на Абрамовской чистой книге. В ней был описан обряд посвящения молодой девушке в девичество. В хоровод идут девушки на выданье и молодки-первородки и поют песни трудные, распевные на особый лад. Во время репетиций коллектив даже при высочайшей подготовке и родовой близости испытал немало трудностей. У меня бабушка пела, то есть сидела за прялочкой и пела песни. Очень многие песни просто даже знакомые с детством. Может быть, немножко другой мотив, потому что даже вот в разных деревнях одного района одна песня пелась по-разному. Интересно даже определение статуса молодых девушек. Те, что побогаче в таких повязках, победнее выйдут в платках. Во второй части программы выступят артисты, которые приедут поздравить с юбилеем художественного руководителя коллектива Светлану Игнатьеву. Гости из Москвы – это выпускники и студенты Российской академии музыки имени Гнесиных, кафедры хорового и сольного народного пения. И мы их ждем с радостью. Достаточно много молодых людей приедет, и уже именитые солисты. Концерт «С любовью землякам», посвященный Дню рождения Северного русского народного хора, состоится 9 марта в Архангельском театре драмы. Алексей Макеев, Ольга Красулина, Регион 29. Такие новости в эту среду. Желаю мира и добра вам и вашим близким. И прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова